Рождественский пост К делам добра и милосердия Я думаю, самое время поговорить О добродетелях Владыка, что же такое добродетель С точки зрения христианства? Вот есть вопрос, который ставит в тупик Вот как объяснить, что такое добродетель Какая дефиниция для этого Существует Я даже перед тем, как она с нами Попробую, даже в Википедию заглянул Как она, интересно, называет добродетель Ну вот Так если Вообще-то каждый человек должен понимать, что это такое И знать, добродетель – это Добрые поступки Поступки, противоположные греховным Это Ну так сказать, положительные Какие-то такие чувства Поступки человека Которые соответствуют Воле Божией О человеке Ну, наверное, можно так сказать В общих чертах Так тема достаточно глубока Вот И Я думаю, что Лучше всего рассматривать Именно Вот на таком противопоставлении Греха И добродетели А вообще в себе можно воспитать Ту или иную добродетель? И можно, и нужно Иногда бывает, что У человека есть какие-то Врожденные, добрые качества Ну, бывает такое Редко, но случается Но в основном Человек Воспитывает Должен себе их воспитывать Это Труд Большой труд Мы с вами уже говорили Об удобопреклонности Человека Ко греху Ну, например Вот я Еду В общественном транспорте Я молод У меня 20 лет Я сижу Заходит человек Старше меня Которому надо Уступить Место Какая Естественная реакция Отвернуться в окно И сделать вид Что я не вижу Правда ведь? А для того Чтобы встать И уступить Нужно употребить усилия Вот любая добродетель Она требует От человека Какого-то усилия Вот я Вижу Какого-то Неприятного У меня человека Первая мысль Какая о нем Неприятная мысль Если я хочу Быть добродетельным Я должен заставить себя Подумать Об этом человеке Хорошо Вряд ли у меня Это Вот само по себе Возникнет Я вижу Человек Ну скажем Он мне сделал Какие-то Что-то нехорошее А я вот увидев И вот думаю Какой хороший человек Помоги ему Господи Это сложно Вот так Это сложно Чтобы это было Естественным движением Хотя нужно К этому стремиться Нужно воспитывать Это в себе Но Как сказано В Евангелии Царствие Божие Получают Те Кто употребляет Усилие Вот Оно Не дается Просто так Человеку У преподобного Серафима Саровского Есть Очень смешное Сравнение Такое Но Достаточно Яркое Он говорит Добродетель Не груша Ее вдруг То есть Вот сразу Тотчас Не съешь То есть Надо Надо Потрудиться Для того Чтобы Этот добродетель Приобрести Для того Чтобы Это добродетель Стало Стало Тем Что тебе Близко И для тебя Естественно Вот Собственно Говоря Это И Есть Содержание Как мы Уже Сказали С вами В одной Из предыдущих Бесед Содержание Духовной Жизни Человек Должен бороться С грехом Человек Должен Как сорняк Выпалывать Грех Из своей души Но Любой Кто Занимался Сельским Хозяйством Или хотя бы Семногородным Знает Что если Сорняк Выполоть И оставить Просто так То через Какое-то время Все зарастет Еще гуще Поэтому Для того Чтобы это Не случилось Нужно Вместо Сорняка Вместо Греха Насаждать В своем Сердце Добродетели Вместо Злобы Добрые Качества Вместо Зависти Готовность Радоваться Чужой Радостью С другим Человеком Вместо Раздражительности Уступчивости Мягкости Вместо Чревоугодия Воздержанности Вместо Блуда Целомуда И так далее Вот Все эти Добродетели Они Должны Стать Родными Естественными Для человека Вот тогда Наша Духовная Жизнь Будет Приносить Какой-то Плод Есть еще Вопрос От зрителя Как Сочетаются Добродетели И характер Человека Скажем Кто-то От рождения Был добродушный Или милосердный Значит ли это Что людям С другим Характером Более сложным И добродетели Приобрести Труднее Вы знаете Да Наверное Так можно Сказать Потому что Есть некие Такие Качества Врожденные Человеческого Характера Есть Приобретенные Конечно Если человек От природы Мягкий Добросердечный Бывают Такие люди Чем дальше Тем их реже Можно встретить В нашей жизни Но все равно Бывает И мы с вами Люди Более старшего Возраста Можем вспомнить Что когда-то Встречались Такие Такие В нашей жизни И наверное И тут трудно Сказать Или они Сами Родились Такими Или же Все-таки Это результат Какой-то Добросовестной Работы Над собой Потому что Ведь Над Своей Душой На самом деле Должен трудиться Каждый человек Это не только То что Свойственно Человеку Который ходит В церковь Да Вот я в церковь Не хожу Поэтому Ну Во все времена Всегда Считалось Что человек Должен быть Добрым Порядочным Ответственным Честным Трудолюбивым Добросовестным Самоотверженным И так далее Это Такие Качества Человеческого Человеческой Природы Которые Приобрести Которые Считалось Всегда Обязательным И достойным Для каждого Человека Поэтому Конечно Если Человек С детства Труится Если у него Доброе Правильное Воспитание В семье Если Ну Когда-то И школа Вносила Свой вклад В это Воспитание Вот То Наверное Ему Легче Уже Как бы Переходить На более Высокий Уровень Если можно Так сказать Христианский Уже Уровень Приобретение Добрых Качеств Вот Ну А бывает Так что Человек Ну С трудным Характером Есть Такие Люди Вот Они Сами От этого На самом Деле Часно Очень Страдают И хотели Быть Стать Другими И может Быть Пытаются Стать Другими Но Им Это Гораздо Сложнее Господь Ведь Судит Нас Не Как На Спортивном Соревновании По Результатам По Времени По Расстоянию А По Так Сказать Направленности Нашей Воли По Тому Как Трудилось И Как Готово Было Трудиться Наше Сердце И Бывает Так Что Для Одного Человека Дается Достаточно Легко Другому Дается Гораздо Больше Сложностями С трудом Но И награда От Бога Может Быть Ему Не Меньше А Может Даже Больше Того Человек Который Легко Достигает Каких Добрых Качеств Бывают Люди Которые По Природе Своей Не Гневливы Бывают Люди Воздержанные По Природе Они Не Борются С Страстью Какой-то Ее Просто У них Нет Она У них Как-то Не Проявляют Другие Могут Быть Страсти А Вот Эти Не Проявляются Это Свойство Характера Здесь Все Зависит Уже От Повторюсь От Направленности Воли Самого Человека Еще Вопрос От Зрители Все Чаще Ловишь Себе Данной Духовной Жизни Не Хватает Смирения Терпения Как Обрести Смирение А вместе С ним И душевный Покой Ну Смирение Обретается Если Человек Терпит Скорби Есть Такой Замечательный Автор Авва Дорофей Давно Давно Писал В 4 Веке Но Его Книга Душеполезных Поучений Популярна До Сегодняшнего Дня Вот Там Есть Совершенно Удивительные Слова Каждый Говорит Авва Дорофей Кто Просит У Бога Смирения Должен Понимать Что Он Просит Бога Послать Ему Человека Который Бо Оскорбил Его Или Если Ты Встретишь Человек Который Тебя Оскорбил То Тебе Нужно Смириться Перед Этим Вот Отсюда Можно Делать Вывод Как Приобретается Смирение Терпением Скорби Оскорбление От других Людей И Самоукорение Спасибо Владыка До свидания До свидания Уважаемые Зрители До свидания Храм Храм во имя апостола Андрея Первозванного находится рядом с городской больницей номер один, носящей имя этого святого Официально храм не является больничным но такое соседство придает определенную специфику люди, которые проходят медицинское обследование часто заходят в храм 13 декабря в день памяти апостола Андрея Первозванного митрополит симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в храме во имя апостола Андрея Первозванного в Ульяновске По окончании божественной литургии был совершен молебен святому Андрею Первозванному После богослужения в актовом зале городской больницы номер один состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Ульяновской области Соглашение подписали митрополит симбирский Новоспасский Лонгин исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Александр Гошков Сегодняшний договор это закрепление прежде всего тех взаимоотношений которые уже сложились у симбирской епархии Русской Православной Церкви с Министерством здравоохранения Ульяновской области. Это письменное заверение того, что мы стараемся совместно трудиться во славу Божию, стараемся совместно трудиться во благо людей, которые нуждаются в врачебной и духовной помощи. Соглашение о сотрудничестве между Симбирской епархией и Министерством здравоохранения Ульяновской области существовало и ранее, однако ряд положений требовал уточнений, изменений и дополнений. Договор подписывался в результате развития взаимодействия епархии и Министерства здравоохранения. Договор дополнен более глубинными статьями, упомянутой «Сестричество милосердия», и «Домовые храмы», и «Прикрепление священнослужителей непосредственно каждому лечебному учреждению». С приветственным словом гостям церемонии обратился почетный гость, заместитель губернатора Ульяновской области Александр Коробко. Я хотел бы на тренинге губернатора Ульяновской области Алексея Ильича русских сказать слова огромной благодарности вам, наши замечательные медики, за то, что вы делали, делаете и будете делать по спасению нашего здоровья, по сохранению наших жизней. И хотелось бы поблагодарить наших священнослужителей, которые лечат наши душевные раны. И хочется, чтобы этих раны вообще было поменьше, и слушали врачи, и слушали врачи. Затем к присутствующим обратился митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Управляющий епархией отметил важное сотрудничество между епархией, Министерством и учреждениями здравоохранения. В Ульяновской области семь больничных приходов, то есть расположенных на территории больничных учреждений храмов. Опыт показывает, что такие храмы нужны и пациентам, и их родственникам, и зачастую самим медикам. Соприкосновение с чудом человеческой жизни и тайной смерти многих врачей приводит к Богу, к вере. Я надеюсь, что со временем все больше медицинских работников будут становиться прихожанами этих храмов, потому что, как показывает опыт, именно вера становится самой надежной опорой человеку и в личной жизни, и в профессиональной деятельности. Глава регионального Минздрава Александр Гошков вручил благодарственные письма Министерства здравоохранения Ульяновской области. За содействие в организации мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции был отмечен клир Симбирской епархии. Благодарственными письмами за самоотверженный труд, организацию на высоком профессиональном уровне мероприятий по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией были также отмечены коллективы государственных учреждений здравоохранения региона. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Продолжение следует...